В школьном лагере «Круто» каждый год открывают новые таланты. В прошлом году воспитанники придумали проект «Наставничество». И второй год на футбольном поле ребята встречаются с командой Десногорского отдела внутренних дел. Дети и спорт – это две вещи, которые должны быть совместимы. И девиз нашего проекта «Наставничество» – личным примером за здоровый образ жизни. Что может быть лучше личного примера – показать детям, как это хорошо, без вредных привычек. И, конечно же, футбол. Но тема футбола – это уже тема, от которой невозможно обойтись. Мы, наверное, готовим смену Олимпийского резерва. 12 июля команды вновь встретились на стадионе «Атомтранс». Все было, как в настоящем футболе. Команды, судьи, трибуны, заполненные болельщиками, и девочки из группы поддержки. Взрослые соперники по достоинству оценили команду юных футболистов. Молодые, у них все впереди. У нас это, может сказать, последняя, как говорится, игра. А им еще жить и жить, и приводить наш город, вести вперед. В прошлом году в команде «Круто» было всего 8 игроков. В этот раз на поле вышли 15. Спортсмены и болельщики по достоинству оценивали опыт старших, но и сами не пасовали перед соперником. Голы летели в ворота с обоих сторон. Напряжение у болельщиков было, как на большом поле. Мы не раз играли уже со взрослыми игроками, с мужчинами. Мы играли как с судьей, так и просто по любительскому футболу. То есть я не вижу в этом ничего такого. В футболе нет равных. Команда достойная и хорошо играют все игроки. Все выделяются. Я считаю, что с такими соперниками играют вполне достойно для своего возраста. Ну и тем более, если ты хочешь научиться хорошо играть, нужно играть с тем, кто играет лучше тебя. Тогда ты хоть чему-то научишься. В прошлом году юные крутышки уступили взрослым в сухую 5-0. В этом матче они показали совсем другую игру и уступили стражам правопорядка всего одно очко. Встреча закончилась со счетом 3-2.